Как взрослому человеку остаться ребенком в душе? На этот вопрос немногие знают ответ, но актеры Одесского академического русского драматического театра сумели раскрыть этот секрет и пронести через годы в себе частички баловства и детской непосредственности. Все это не помешало им, а лишь помогло прекрасно вжиться в роль своих персонажей и всем вместе создать замечательную комедию по пьесе Владимира Гуркина «Забайкальская кадриль» под названием «Баламуты». С чего начинать год? Ну, наверное, было бы правильно в этой очень интересной, сложной ситуации, в которой сегодня мы живем, чтобы это было с комедией. И выбрали удивительную комедию. Автор – это Гуркин, тот, который написал сценарий к фильму «Любовью голуби», который все наши бабушки, дедушки, дети, внуки, все смотрят с большим удовольствием. И мы назвали эту пьесу «Баламуты», там другое название. Мы назвали пьесу «Баламуты», потому что это хулиганские события, которые происходят на этой сцене. И на эти хулиганские события было принято решение дать самое, будем говорить, мощу этого театра. И действительно, спектакль «Баламуты» собрал в себе лучших актеров театра, у которых за плечами огромный сценический опыт. И им-то уж точно есть, что рассказать и показать своим зрителям. Они с большим удовольствием говорят о своих героях. Вот, например, Ирина Токарчук играет роль Макеевны – простой добродушной женщины из поселка. Это народный образ, собирательный, конечно же. Одинокая женщина, добрая, веселая, ведь наивная обязательно, как все деревенские люди. Они очень такие искренние, в отличие от нас городских. И мне очень интересно это пробовать, играть. Но тем временем мужская половина коллектива уже вовсю оттачивает свое мастерство, меряется талантами и попросту баламутят. Пьеса такая, что вообще выходи и играй, и наслаждайся. Если талант есть, вот если есть талант, вот у меня, например, есть талант, вот у тебя есть талант? Нету. А, ну вот мы так и соединяемся. На контрасте я, ну просто, я работаю гениально. Мы получаем на сцене удовольствие, а это очень важно. Кстати, это добиться практически, ну не каждый спектакль так бывает. А здесь вот легко и просто, и смешно. Замечательная пьеса. И это все, конечно, под нашим, так сказать, под руководством нашего режиссера. Режиссер-постановщик комедии Елена Пушкина, улыбаясь, говорит о постановке просто. Забаламутили все, что могли. И уверяет, что эта искренняя история понравится всем одесситам, ведь она так близка им по духу. Вот эта вся история очень простая, в принципе, но очень смешная и очень показательная для нашего сегодняшнего дня. В том смысле, что, да, у нас очень многие пожилые люди остались на обочине этой жизни. И как вот они живут, как они выживают, чем они живут. Вот надо бы подумать. Но это совсем не про пожилых людей, это про любовь. Наша самая главная задача была не удариться в клоунаду. Не приведи Господи, чтобы здесь не было каких-то буфонадных вещей. Здесь должны быть человеческие судьбы, человеческие истории. Но при этом, при всем, сама ситуация такова, что эти человеческие истории рассказывают очень простым комедийным способом. Конфликты, примирение, радость, счастье и улыбки. Все эти события и эмоции сошлись в комедии «Баламуты». А вот что именно из этого получилось, можно будет увидеть уже совсем скоро. Пойти в театр на этот удивительный спектакль не обязательно, но требуется. Приходите 25 февраля в Одесский Академический Русский Драматический Театр, чтобы посмотреть на замечательных... На нас! На нас! Нет, на нас! Нет, на нас! На нас! Так, стоп, стоп! В общем, приходите посмотреть на замечательный и прекрасный спектакль «Баламуты». Не опоздайте, перетов уже мало!